Вот моя комната, 11,7 площадью. Проживаем мы трое. Из всех бытовых приборов у Галины Серовой есть только холодильник, утюг, микроволновка и телевизор. За месяц, говорит, электроэнергия нагорает не более 60 киловатт. И каково же было ее удивление, когда во вновь пришедших квитанциях вместо привычных 300 рублей она увидела совсем другие цифры. Приходят вот такие бешеные счета. В этом месяце пришло 580 киловатт 97 единиц на 2 350, 61 копейку. То есть, получается, сетует Галина, что ее небольшая комнатушка светит и днем, и ночью. Но даже и при таких обстоятельствах столько не нагорает. Куда интереснее положение оказалось у ее соседки. Татьяна Козлова в своих небольших апартаментах практически не проживает. Бытовые приборы в режиме офф, а долги за свет только растут. Виртуальный счетчик накручивает киловатты с завидной быстротой. Ну вот у меня ножи на 35, а счет пришел 1489,57. Проблемы с тарифами у жителей общежития с улицы Пролетарской 271,1 начались именно тогда, когда они решили установить в доме счетчики. Приборы появились не только в комнатах, но и в подъездах, причем на каждом этаже. Люди были уверены, что платить будут намного меньше. А вышло наоборот. Что не месяц, то шок. У кого 19 тысяч было, у кого 22 тысячи. Ну естественно никто не оплатил эти счета. После них вот как раз у нас начались странные счета. У меня то в следующий месяц там 689 минус. Откуда такие цифры, люди недоумевают. Пытались даже выяснить логику расчетов и у своей управляющей компании «Западный 1», также у энергетиков. Мы собрались пять человек, поехали забираться. Главную энергетику поехали к нашему западную компанию. У меня дали спечатки, вот они. Говорят, вот я даю по электронной почте в энергосбыт. Это они там, мудрят. Мы поехали с этим бумажком в энергосбыт, нам сказали, а мы их впервые видим. Это ваша западная компания. Вот нас начали в футболе. Почему вместо экономии обитатели общежития влезли в огромные долги, мы пытались выяснить и у директора управляющей компании. Но Михаила Негодяева на месте не оказалось. Нет, на месте. Нет. Он в администрации, наверное, на совещании. Время идет, а людям по-прежнему присылают странные счета. Платить такие огромные деньги, тем более каждый месяц, им не по карману. В общежитии обещают, что терпеть такое отношение они не станут. Будут жаловаться в прокуратуру, если в ближайшее время им не сделают перерасчет. Екатерина Волкова, Виктор Горшенев. Наше время. Субтитры создавал DimaTorzok